Как вы думаете, насколько имеют значение такие показатели, как процентное содержание жира в организме и частота пульса в состоянии покоя? Давайте на минуточку представим. Если ваш друг спросит, какой у вас рост и вес, у вас будет точный ответ с точностью до граммов и сантиметров. Ну а если в магазине вы подбираете обувь себе, то у вас тоже есть точная цифра, ведь ваш размер обуви вам известен. Но если вас спросит незнакомый человек, насколько вы в хорошей форме, то тогда какую единицу измерения вы могли бы использовать? Друзья, посмотрев это видео, вы узнаете, какие показатели нужно учитывать, чтобы знать, насколько вы в хорошей форме. Ну а если вы досмотрите это видео до конца, то сможете сами оценить свою физическую форму. Поэтому присаживайтесь поудобнее, досматривайте видео до конца и я надеюсь, что вам будет очень полезно и интересно. Ну что, поехали? Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Так вы сможете получить еще больше полезной и интересной информации. В целом, не существует общей меры в фитнесе. Нельзя одной точной унифицированной цифрой обозначить уровень вашей физической формы. Ведь все люди разные, уровень физической подготовки у всех разный. Рост, вес, возраст и другие показатели тоже разнятся. Количество приседаний одной девушки может легко равняться пульсу другого мужчины в состоянии покоя. Ну это я шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. И ни один показатель не может являться конечной и точной целью для всех. Но все вместе эти показатели смогут дать вам представление о вашей физической форме, соотношении окружности талии и роста. Если вы считаете, что ваш обычный вес и худощавое телосложение это доказательство того, что вы в хорошей форме, я вас разочарую. Новейшие исследования доказывают, что окружность талии лучше отражает состояние здоровья. Избыточный жир на животе может быть связан с диабетом, сердечными заболеваниями и даже раком. Чтобы определить соотношение окружности талии к росту, разделите размер талии в сантиметрах на свой рост. Соотношение более 52 сотых для мужчин и 48 сотых для женщин должно вызывать тревогу. Включите упражнения в свой распорядок дня и делайте что-то для улучшения своего здоровья в целом. Это уменьшить накопление вицеллярного жира. На моем канале есть несколько полезных видео на эту тему. Обязательно посмотрите их, когда смотрите этот ролик. Процент жира в организме. Заядлые спортсмены могут хвастаться перед вами минимальным содержанием жира в организме. Но что это говорит об их атлетизме? Я считаю, что это прежде всего зависит от того, каким видом спорта занимается человек. Жировые отложения могут колебаться от 4 до 22 процентов в зависимости от видов спорта, которыми увлекается спортсмен. Вот, к примеру, триатлон. У триатлонистов может быть значительно меньше жира, в то время как у полузащитников воднопола гораздо больше. В целом, небольшой жир в нижней части тела, конечно, если он правильно и точно измерен, связан с более лучшей физической формой человека. Ведь чем больше у мышечной массы в нижней части тела, тем более резкими и быстрыми могут быть ваши движения. Частота сердечных сокращений в состоянии покоя. Когда Александр, тренер по карате, работал в армейском подразделении сил специального назначения, он тренировал людей, у которых частота пульса в состоянии покоя составляла всего около 35 ударов в минуту. У здорового гражданского человека этот показатель обычно от 60 до 100. Такие низкие показатели среди военнослужащих являются по факту элитной высококлассной физической формой, поскольку их сердца очень эффективны. Для среднестатистического спортсмена низкая частота пульса в состоянии покоя может сигнализировать о хорошей аэробной форме, но самым лучшим показателем является то, насколько быстро вы можете вернуться к этой частоте после интенсивной тренировки. Если вы можете восстановить свое сердце до частоты пульса в состоянии покоя в течение минуты, это очень круто и действительно хорошо. Сила и выносливость. Если вы решите ответить на вопрос, насколько я в физической форме, опираясь на вес вашей самой тяжелой тяги или того, сколько подтягиваний вы можете сделать или какую самую тяжелую гирю вы можете поднять, то в действительности вы меряете свою силу, важную, но не единственную меру физической подготовки. Мера максимальной силы или то, сколько вы сможете, скажем, поднять максимально за один подход может быть реально впечатляющей, но я не рекомендую это делать без присмотра. Лучше вместо этого проверьте свою выносливость. Выполните как можно больше отжиманий или приседаний. Именно это используйте как основу для улучшения своей физической формы. Разговорный тест. Сейчас без проблем уже можно приобрести современный и усовершенствованный фитнес-трекер для отслеживания вашего сердечного ритма и других показателей. Новейшие фитнес-трекеры могут показать даже уровень восстановления, в зависимости от того, насколько различается время между ударами вашего сердца. Вы также можете нанять кого-нибудь для проверки вашего максимального потребления кислорода. Это еще один маркер вашей физической формы. Показатель аэробной способности, насколько эффективно ваше тело использует кислород во время упражнения. Но вы также, вероятно, можете получить эту полезную информацию с помощью самого простого теста. Можете ли вы вести простой разговор, совершая пробежку или поднимаясь по лестнице? Если да, то вы, вероятно, в неплохой форме. Да и во все гаджеты вдаваться не обязательно, если вы этого не хотите. Дотянуться сидя. Александр рассказал мне про еще один тест. Нужно сесть на пол и просто потянуться к носкам. И ведь действительно это хороший и полный показатель гибкости в пояснице. Просто сядьте на землю, поставив ноги прямо перед собой и положите линейку перед ступнями. Насколько сантиметров вы не дотянулись до пальцев ног? А может быть вы легко дотягиваетесь? Если мужчина не дотягивается 5 сантиметров, это средний неплохой результат. Для женщин неплохо, если результат 10 сантиметров или менее. Нужно стремиться к нулю. Ведь гибкость важна хотя бы во избежание травм. Посмотрите на природу, она нам сама подсказывает. Из-за своей гибкости пальмы выдерживают сильные ветра. А негибкие деревья ураган может и переломить. Скорость. Для определения такого физического показателя, как быстрота, лучше это бег на 60 метров. Этот тест лучше выполнять на беговой дорожке стадиона. Контрольное время может сильно разниться в зависимости от пола, возраста и других особенностей человека. Скажем так, для мужчины от 30 до 40 лет хорошо пробегать 60 метров за 12-12,5 секунд. Для девушек такого же возраста норма это 12,8-13,2 секунды. При таких результатах можно будет сказать, что ваш показатель скорости хороший. А как улучшить свою физическую подготовленность? Как улучшить физическую форму? Я рекомендую принять меры по контролю своего здоровья. Лечитесь вовремя, не запускайте свои болезни. Регулярно проходите обследование у врача и сдавайте анализы. Бросайте курить, если вы еще этого не сделали. Сведите употребление алкоголя к минимуму или вообще избавьтесь от этой вредной привычки. Высыпайтесь, не злоупотребляйте фастфудом, часто бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом регулярно и тогда физическая форма и здоровье обязательно улучшатся. Эти рекомендации по улучшению здоровья и физической формы по всем параметрам совпадают с правилами здорового образа жизни. Поэтому следуйте этим простым правилам ЗОЖ и ваша физическая форма будет отличной, а ваше здоровье заметно улучшится. А теперь я хотел бы задать вам вопрос, друзья. Напишите в комментариях, как вы оцениваете теперь свою физическую форму? Расскажите, поделитесь, будет интересно. Также я вам очень рекомендую посмотреть еще одно мое видео, как избавиться от лишнего веса. Вы узнаете три экспертных совета по избавлению от жира на животе, о которых вы скорее всего не знали. Думаю, это видео будет вам полезно и оно здорово дополнит то, о чем я рассказывал вам сегодня. Ссылку я оставил в описании и в первом комментарии я его тоже закреплю. Обязательно его посмотрите. Друзья, если это видео оказалось для вас полезным, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Так вы сможете получить еще больше полезной информации и это совершенно бесплатно. И до встречи на других моих роликах. Пока-пока.